Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и сегодня я приготовлю для вас шаурму из деширака. Почему бы и нет? И готовить буду из деширака с говядиной, потому что это мем, а мы в интернете. Ну и для того, чтобы начать готовить, давайте познакомимся с ингредиентами. И вот ингредиенты. Итак, соответственно, наш главный герой в выпуске это деширак, говяжий, сосиски, укроп, один помидор, один огурец, мука, чтобы помочь, ну и стакан, будем отмерять объемы ингредиентов. Почему именно данный набор продуктов? Да потому что деширак обычно едят либо студенты, у них не особо много денег, либо это едят люди, которые на природе. И что они с собой берут? Сосисочки, какие-нибудь овощички, и вот поэтому у нас это здесь. Поэтому наша шаурма сегодня будет такой походной, аутентичной, немного бичеварной. Ну, что поделать. И начнем мы приготовление с муки, которую впоследствии мы превратим в лаваш. И значит, разбираемся с дешираком. И для того, чтобы приготовить из деширака муку для лаваша, что мы делаем? У нас есть деширак, у нас есть для него приправы, у нас есть мука. Делаю как борщ, плевать, пусть засудит. Сито, мерный стаканчик. И что мы делаем? Сначала мы ее поломаем, затем засунем ее в кофемашину, для того, чтобы растолчить ее. И будем смешивать. Итак, ломаем наш деширак, для того, чтобы удобнее было его засунуть в кофемолку. Так, теперь будет у нас несколько заходов. Важно, те ингредиенты, которые у нас невозможно растворить водой, мы сразу добавляем сюда. Пробуем. Ну вот, получается такая мука, и мы ее пока уберем там, откуда взяли. То же самое проделываем с остатками. Итак, весь наш деширак теперь представляет вот такую субстанцию, порошочек. И мы, не задумываясь, отмеряем его. То есть, это получается, вот как раз у нас один стакан. Один стакан деширака. И ему в помощь у нас идет мука. Муку мы добавляем приблизительно полстакана. Полстакана муки. Дальше. У нас есть специи, как вы помните, чтобы наш лаваш был более деширачный. Мы добавляем специи в стакан. Добавляем в стакан. Берем водичку. Вот так. И выливаем. На такое количество нужно еще немного воды. Причем не бойтесь, если вы вдруг переборщите с водой, вы всегда можете добавить муки, чтобы она скрепила. И один момент. Непрофессионально вышел из кадра. Добавляем немного масла. Теперь вот это чудо замешиваем. Итак, наше тесто мы замешали. Выглядит это вот таким вот образом. Немного в процессе замешивания добавляли муки, но совсем чуть-чуть. Сейчас классический замес на муку. И она очень сильно прилипает. Поэтому, когда будете замешивать, муки нужно будет добавлять больше и больше. Потому что сама вот эта яичная лапша, она слишком липкая. Поэтому не бойтесь переборщить с мукой. И вот таким классическим способом замешиваем. Тесто лучше всего замешивать порядка 10 минут, чтобы оно на 100% все промешалось. Я не думаю, что мы будем делать это 10 минут. Я думаю, я немного еще добавлю муки, еще позамешиваю и оставлю его томиться. Оно будет у меня отдыхать. Да, вот оно пока еще прилипает, поэтому добавим муки. Но хоть муки мы много добавляем, запах самой лапши доширака, он все равно чувствуется, от него не избавится. Он слишком сильный. Поэтому я более чем уверен, что лаваш, который, я надеюсь, получится из этого, будет как доширак. Но получится или не получится, вы узнаете это в конце выпуска, так же, как и я. Потому что это действие я делаю впервые. И вообще в душе не совокупляюсь, что из этого получится. Так, вот таким обычным движением, как будто вы, а я не знаю, как будто что вы делаете. Вот делаем такой мячик, вот так его еще в муке, оп-оп-оп-оп, немного его так присыплем еще. Все, присыпали мячик наш. И вот эту колобашечку мы оставляем отдыхать приблизительно минут 15-20. Просто оп. И сейчас перейдем к приготовлению других ингредиентов, а именно пожарим сосиски и нарежем овощи. Все. Итак, наше тесто отдыхает вот здесь. И сейчас мы приступаем к приготовлению внутренности нашей шаурмы. Возьмем сначала томатик, ну и его порежем как-нибудь произвольно. Жопки, естественно. Оп, выбрасываем. Вот так. Это тоже. Тоже выбрасываем, это не надо. Вообще без разницы, насколько ровно вы порежете, потому что в конечном итоге вы просто все это будете пережевывать и все. И шаурма у нас слишком кустарная. И извините меня вообще из доширака. Так что, какая нахрен разница. Ингредиенты мы подготовили, поэтому сейчас пожарим сосиски. После чего будем делать лаваш, подготовить лаваш и уже закручивать нашу шаурму. Овощи нарезали, сосиски пожарили, тесто отдохнуло. И сейчас будем подготавливать его к лавашу. Будем разрезать его, я думаю, такую штучку можно разрезать на 6 частей. Вот берем вот так. Раз. Или нет, на 4. На 4. Берем на 4. На 4. И вот так. Ну и теперь классическая раскатка. Так, муки. Муки не жалеем. Ни в коем случае не жалеем муки для этого чуда создания. И давайте... Я не знаю, это будет кат или анкат. Я не знаю, как это будет. Так, окей, 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 что-то пошло не так. Он просто сделал лепешечку. Сейчас я придумаю, что может будет сделать. Что-то пошло не так, что-то очень сильно пошло не так. Ладно, сейчас постараюсь исправить это. Чёрт, из этого? Вот это? Нормальное? Погоди. Дорогой зритель, у нас тут неполадки возникли. Пока стопаем. Итак, мы помозговали, как всё-таки можно сделать из того теста, которое мы сделали, лаваш. И получается пока вот эта вот херня, вот эта вот херня, но я её всё равно доготовлю. В чём суть? Мы вместо одного такого шарика начали раскручивать, я уже заговариваюсь, видите? Мы взяли два шарика в один, потому что тесто слишком хрупкое. Размешали. Сегодня сковородка у нас готовится. В чём смысл приготовления, в принципе, лаваша в домашних условиях? Когда у нас есть тесто, вы берёте сковородку, разогреваете её на среднем огне и без масла, без ничего кладёте блинчик. Буквально полторы минуты он у вас жарится, потом вы его переворачиваете, дожариваете где-то полминуты, кладёте, опрыскиваете водой, даете немножечко отдохнуть и получается как раз лаваш, тянущийся лаваш. Это по классике. Что будет сейчас с учётом того, что у нас произошло, когда мы раскатывали, я не знаю. Сейчас он сложен в два раза, я его буду сейчас аккуратно переносить на сковородку, там разверну, начну жарить и посмотрим, к чему это приведёт. В идеале он должен немного взбухать, потому что мука взбухает, да, как хлебушек. Что будет тут, я не знаю. Снимаем с одного дубля, потому что если не получится сейчас, я уже не знаю, что делать с этой шаурной из дожика. Знаете, как вот говорят, никогда не делайте этого дома, когда там опасные трюки, не делайте нахер этого дома. Так, кладём этот блинчик. Вот так, сейчас мы его разложим. Сейчас он будет греться, после чего вот буквально полторы минуты он так зажаривается. Потом я постараюсь его перевернуть и не сломать, посмотрим, что получится. После чего уже постараемся завернуть в него ингредиенты. Вы не увидите, как я буду с этим задрачиваться, увидите это только после ката. Ну что ж, раз вы до сих пор смотрите данное видео, то значит у нас пока что получается. Лаваш на данный момент выглядит вот так, вот так, вот так. Сейчас мы его аккуратно перенесём и оп, это было страшно. Готовил я его не так быстро, как вам сказал, что полторы минуты с одной стороны и полминуты с другой. Нет, ушло порядка двух с половиной минут с одной и полутора с другой. Потому что из-за того, что там дошик, он слишком сырой и он так быстро не высыхал. Что нам сейчас потребуется? С учётом того, что он был сырой, а сейчас он стал твёрдый, мы его немножечко смажем. То есть классический сбор шаурмы у нас происходит. Берём майонез, кетчуп, всё по-стариночке, так оп-оп-оп. Пахнет дошираком, замечательно. Вот так вот мы распределим. Это больше получается такая пита, как будто мы что-то мексиканское готовим. Так, вот так. Дальше овощичек, чуть-чуть овощичек. Вот так чуть-чуть, чтобы не порвать. И мы готовили сосиски. Немножечко сосисок. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Всё. Ой. В идеале бы на этом закончить, но не для нас. Теперь постараемся это свернуть. Та-дам! В общем, как-то так. Я бы не назвал это классическим видом шаурмы, как должна выглядеть шаурма. Но, в принципе, сворачивается. Если перевернуть на сгиб, то она даже будет форма. Нормально. Она даже будет форму держать. Но если вам подадут такое в ресторане или вы закажете, то вы это есть на ходу не сможете. Это только дома, в домашних условиях. Но собрать-то собрать. Мы собрали. Сейчас самое главное попробовать и вообще понять, съедобно то, что мы сделали или не съедобно. Ну что, ребят. Да, она разваливается. Да, есть нужно будет аккуратно. Но это чертов эксперимент. Поэтому пробуем. Приятного аппетита! Отдельный лаваш. Пробуем отдельно. В общем, вердикт. Что могу сказать? Сам лаваш на вкус яичный. Это просто яичный пухлый лаваш. Дышака особо здесь не чувствуется. Остальные ингредиенты понятны. Это сосиски, это кетчуп, это майонез. Это томат, огурец и петрушка. Все. От лаваша и от дошика чувствуется только немного остроты. То есть доходит острота. Мы добавляли, потому что обычный кетчуп, обычный майонез острого не добавляли. И поэтому острота, которая идет, она идет из дошика. Потому что он говяжий. А как мы все знаем, говяжий дошик, острый дошик. Вот это от него. На запах с уже имеющимися ингредиентами. Ты не понимаешь, доширак это или нет. Но вот такая вот тогда шаурма из дошираков. Все равно получилось. Да, это получается обычная шаурма, которая плохо держится. И в таком яичном лаваше немного островатом. Но она получилась. Это, черт возьми, можно сделать. В один момент времени этого шоу я подумал, что нет, все ни хера. Нет, сука, сделали. Мы, сука, сделали шоурму из доширака. Вот так вот. Поэтому ты, 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 да, ты, который смотрит это. И пьет сейчас чай с печеньками, видимо. Быстро подписался на канал, поставил лайк. И распространил данный видеоролик. Чтобы все видели, какую дичь мы здесь готовим. Какой вкусный дичь. Это, сука, все равно вкусно. Как бы странно не выглядело, это вкусно. Если мы наберем достаточное количество просмотров и лайков, я вообще приготовлю шаурму наоборот. Хочешь это увидеть? Хочешь, хочешь, хочешь? Угу, хочешь. Вот, поэтому давай, ставь лайк, подписывайся и распространяй. Ну а с тобой был, если будет всегда Занила Рыжкин, самый субъективный продача всего ютуба и всего интернета, не будь нормальным, будь рациональным. И кушай вкусную еду. Всем спасибо! Всем дизлайк! Та-да! Субтитры сделал DimaTorzok